ребята всем привет ну вот и наконец-то я собрал всю коллекцию рапир вот успел попользоваться уже рапиры из шведской стали официальный производитель заявляет то что она сделала из шведской стали с хромом вот насколько я знаю хром добавляют например в ножи для того чтобы они не ржавели то есть крозоустойчивый материал ну я что хочу сказать вот значит упаковка 100 штук таких стоит можно найти где-то 500 рублей на озоне видел 580 то есть это дороже будет чем ладос в любом случае вот но мне повезло видимо я попал на хорошую партию которую хорошо заточили то есть лезвие вообще мне очень понравились очень они мне понравились вот и я могу расположить их вот в таком вот порядке то есть на данный момент у меня пока что вот это лидер рапира а почему я могу до объяснить они дольше не теряют заточку вот то есть я ими брился всю неделю ну то есть где-то после третьего бритья они конечно бреют да не неплохо но уже вот пеньки очень трудно вот маленькие такие маленькие волосы до которые острый острым лезвием но ты просто проводишь они сбриваются уже намного тяжелее короче их сбрить вот то есть внутри бритья прям стабильно хорошо бреет то есть прям отлично то есть расположим вот так рапира на первом месте и шведской стали потом идет рапира ладос потом вот это у нас рапира идет платином люкс потом это рапира и восход но это из тех партий которые мне попались то есть возможно может все и по-другому быть потому что мне очень много комментариев написала написали люди гневных типа отчеты такое плохое место поставил восход ведь это реально классные лезвия но они может быть и классные просто видимо папа попалась такая партия на самом деле я вот думал блин может быть вообще куда-то выше эту рапиру можно поставить в рейтинге но нет нет потому что качество заточки у всех разное то есть она плавает гуляет как кот короче мартовский гуляет по деревне так и гуляет за . у всех этих лезвий вот у всех этих рапир но на мой взгляд вот так вот то есть это усредненные данные и по комментариям тоже вот я смотрел вот по усредненным данным вот это такой вот топ этих лезвий то есть кому-то единственное что вот так вот кому-то больше нравится да ладос кому-то больше зашла мне например больше рапира зашла вот этой шведской стали и так ну упаковка у них такая похоже нажимательную резинку знаете типа орбит там что-то типа того такая она типа свежая вот тут такие вот лезвия они все хорошо пропечатаны что у ладос мы видели что и у других рапир очень все четко пропечатано вот открываем видим тут в принципе ровный конверт весьма лазерных гравировок нету пока что у рапиры не на каких лезвиях вот смотрите рапира супер сталь вот она так вот выглядит на изгиб она чуть чуть плотнее чем ладос то есть чуть плотнее на изгиб четыре точки контакта для крепления так чуть-чуть осталось что-то вот но в принципе лезвие хорошие говорю вот мне не понравились вот три бритья прямо вообще шикарные потом она бреет да но вы знаете вот приходится проходить по несколько раз по одному и тому же место чтобы там все эти пеньки убрать это они могут особо не убраться вот но очень даже достойно да за такие деньги в принципе по идее может быть можно и даже и дешевле найти нужно покопаться сколько 100 лезвий стоит вы посмотрите тоже напишите то есть на яндекс маркете вроде как они там 500 рублей стоят или там 400 с чем-то вот название видел за 580 продавали да конечно взять за эти деньги можно купить дерби но это весьма достойный вариант то есть то наши лезвия прям аж гордость берется то что хотя бы что-то на стране производят и производят вот это вот весьма неплохо про историю бренда вам не буду говорить вы сами знаете то что он там до войны еще основано было в основном иголки выпускали для трикотажной продукции ну а так они все видите примерно одинаковые задней стороны идентичные лезвия может быть из года в год только дизайн чуть меняется вот эти лезвия я снимал обзор можете тоже посмотреть так принципе неплохие ребята можете смело покупать вот эти вот игру ну если вам только повезет конечно с партии но конечно я надеюсь что именно вот к этим лезвиями не относятся щепетильно потому что они выделили почему ты все линейки то что они шведской хромистой стали там и все такое может быть они больше внимания им уделяют восход конечно я еще куплю опробу какую-то другую партию но пока мой рейтинг вот такой вот ребят а вы не болейте подписывайтесь на канал ставьте лайки там комментарии пишите кто-то может дизлайки любить ставить дизлайки тоже ставьте да шучу вот всем пока ребят хорошего настроения пока пока